Сколько раз в день необходимо принимать пищу и пить воду? Каким спортом полезно заниматься в любом возрасте? Продлевает ли жизнь закаливание? Об этом и не только поговорили в Развилкоской библиотеке на лекции, посвященной здоровому образу жизни. Иосиф Гринберг, журналист, сторонник закаливания и автор собственной системы, стал идейным вдохновителем встречи. Такие простые мысли всегда приходят ко времени. Дело в том, что в обществе сейчас назрела необходимость того, чтобы просто быть здоровым. При том, что мы сейчас немного денег имеем на лекарства, при том, что сейчас экология и так далее. А как выжить? Это не вопрос. Ведь главное – то мысли, друг сердечный. Ведь это ключик жизни вечной. Главным спикером встречи стал кандидат технических наук Георгий Меланифиди. Всю свою жизнь он интересуется медициной и, будучи математиком, рассматривает человека как большую систему. Жителям развилки Георгий Федорович представил свою небольшую книгу под названием «Моя философия здоровья», работа над которой заняла у него немало времени. Любое средство, которое ты хочешь употребить для того, чтобы быть здоровым, нужно, чтобы оно было любимым. Понимаете? Это должно стать вашим убеждением. Но ни в коем случае нельзя это превращать в культ. Культ, он всегда деградирует психику человека. Автор книги раскрыл секреты того, как ему удается сохранять свое здоровье и вести активный образ жизни. А также рассказал несколько необычных фактов о строении человека. Сузы головного мозга пульсируют с частотой 100 тысяч пульсаций в час. Вы же этого не ощущаете. Вот насколько сложен организм. Слушатели смогли задать Георгию Меланифиде вопросы, которых оказалось много, что означало интерес к ведущему лекции. Каждое утро кушаете яблоко. А какие яблоки вы едите? Отечественные, потому что в сети очень много искусственных удобрений. Среди пришедших на лекцию оказались и те, кто тоже имеет свою философию здоровья и пользуется ею уже многие годы. Обливается холодной водой, много плавает, испытывает систему голодания или, как вера мосцевая, на протяжении всей своей жизни постоянно открывает для себя что-то новое. Современные условия, они меняют вот эти вот возможности, как бы оздоравливают себя. И у меня вот сейчас, в данное время, мне 80 лет, и я, значит, занимаюсь больше дыхательной гимнастикой. Потому что есть и литература, все по ходу, как бы хатха-йога, это физическая ступень йоги. А еще важно чувствовать свой организм, как это делает Валентина Ковалева. Самое главное, вот я считаю, что это прислушиваться к себе. Вот говорят, вот кисло-молочный, кефир, это очень полезно. Ну я выпью один стакан, на следующий день еще выпью, потом, ну не хочу. Я просто не хочу. Может быть, он очень полезный, а я не хочу. Поэтому прислушиваться к себе, правильно говорят, как он сказал, ешь, что хочешь, когда хочешь, с кем хочешь. Познакомившись с историями многих людей абсолютно разного возраста, все пришли к общему мнению. У каждого человека своя индивидуальная философия здоровья, позволяющая жить счастливо долгие годы. Анастасия Воронина, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.